Здравствуйте, это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. В Хабаровской духовной семинарии прошла научно-практическая конференция «Православие и корейцы на русском Дальнем Востоке» к 160-летию переселения корейцев в Россию. В ней приняли участие исследователи, ученые, научные сотрудники. В числе обсуждаемых тем на конференции были «История русской духовной миссии в Корее», «Христианской миссии на Дальнем Востоке», «История корейцев в России». Священник Александр Сон руководит славяно-корейским православным обществом в Москве. В нем состоит около ста прихожан. Все русскоязычные корейцы из смешанных семей, потомки переселенцев в Российскую империю с 1860-х годов. По словам руководителя общины, главная цель – облегчить вхождение русскоязычных корейцев в лоно русской православной церкви. Ну вот как-то все равно проще, когда ты знаешь, когда ты видишь похожие лица, когда батюшка кореец. Поэтому у нас достаточно много крещений происходит. Ну, конечно, другой вопрос – становятся ли люди действительно непрактикующими христианами, то есть вот насколько они церковлены. Конференцию в духовной семинарии приурочили к 160-летию переселения корейцев в Россию. В ней приняли участие исследователи, ученые, научные сотрудники. В своих выступлениях специалисты поднимали тему и христианской миссии на Дальнем Востоке. Селиться корейцы начали на западной части Амурского залива до Уссурийска. Чтобы вступить в российское подданство, им нужно было принять крещение в православной церкви. После этого в поселениях начали появляться церковно-приходские начальные школы. Организовывались прихрамы православных, которые сооружались в корейских селах, в ряде корейских сел. И вот дети обучали русской культуре, русскому языку, приобщали, в общем-то, к российской культуре. Приобщение корейцев к православной культуре происходит и сейчас. Помимо русскоязычных принимают веру и те, кто постоянно живет в Южной и Северной Корее. Например, в Пхеньяне церковь построили после того, как в 2002 году северокорейский лидер Ким Чен Ир посетил Иннокентьевский храм в Хабаровске. Сейчас там служат два священника, которые заканчивали духовную семинарию также в Хабаровске. Четыре человека учились в нашей семинарии, и двоих из них были предоставлены Святейшему Патриарху как кандидаты в священник. Их действительно рукоположил сам Святейший Патриарх, и они несут свою службу сейчас в городе Пхеньяне. Православный храм в Пхеньяне 19 июня посетил президент России во время рабочей поездки в Северную Корею. В дар приходу он передал икону Троица. День Святой Троицы – один из важнейших православных праздников, символизирующий сошествие Святого Духа на апостолов по обещанию Иисуса Христа. Он отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому иногда также называется Пятидесятницей. В этом году День Святой Троицы пришелся на 23 июня. Сегодня Православная Церковь отмечает один из самых почитаемых христианских праздников – День Святой Троицы – Пятидесятницу. Когда наступил 50-й день со дня Воскресения Христова, апостолы находились все вместе в Иерусалиме, и молитвенно хваляя и прославляя Господа, ожидали сошествия на них Святого Духа, о чем поведал им Учитель перед Вознесением Своим. И вдруг сделался сильный шум с неба, который заполнил весь дом, и явились с неба на них разделяющиеся языки, будто огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все апостолы Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это было божественное дарование, необходимое для проповеди Евангелия во всех землях по всему миру, дабы устроилось на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова. И это чудо – сошествие Святого Духа – указало всем на тройственность Бога. Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог-Дух Святой освящает мир через устроение Церкви. День Святой Троицы. Праздник Пятидесятницы. Завершена работа над книгой о ктитре Петропавловского женского монастыря Владимира Георгиевича Фукалова. О нем и о данном издании мы сегодня поговорим с гостем нашей программы. У нас в студии Юлия Кикахина, руководитель отдела культуры Хабаровской епархии. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Юлия, ну давайте немножко расскажем о книге, что послужило вообще идеей к написанию такой книги, что в ней содержится и кому она все-таки будет интересна. Давайте мы начнем говорить о том, что это важное событие в Хабаровской епархии. И меня, как руководителя отдела культуры, вообще не может не радовать тот факт, что книги о знаменательных людях, которые имеют отношение к церкви, и в частности к нашей Хабаровской епархии, выходят у нас в епархии по благословению правящего архиерея. И одна из таких книг, конечно, заслуживает особого внимания. Книга о Владимире Георгиевиче Фукалове. Книга носит название «Блаженно-милостивые». И это говорит напрямую о личности Владимира Георгиевича Фукалова. Хочется сказать, конечно, и слова благодарности всем, кто помогал нам трудиться над этой книгой. Это прежде всего дочь Владимира Георгиевича Фукалова, Дарья Владимировна. Это, конечно, сестры нашего монастыря. Это, конечно, священнослужители нашей большой необъятной епархии. Книгу мы задумывали, наверное, лет пять назад. Но все как-то откладывалось, как-то не получалось. В этом году 10 лет, как нет с нами, дорогого нашего Владимира Георгиевича Фукалова, инициатором написания, создания этой книги, стал Петропавловский женский монастырь. А настоятельница монастыря Игумени Антония, благословившись у правящего архиерея, поделившись с ним этой идеей, приступили, сестры приступили к написанию этой истории. В истории принимали участие и семья Георгия Владимировича. Они охотно делились с нами биографией, они охотно делились с нами семейным архивом, фотографиями, рассказами. Конечно, нам помогли и священники, с которыми дружил Георгий Владимирович, с которыми он прошел вот такой свой интересный, долгий, жизненный путь в церкви. С этого все и начиналось, с этим все и закончилось. Книга получилась очень интересная. Книга получилась очень живая, потому что книга о человеке и книга для человека. То есть она как биография идет, правильно? Это воспоминания. Больше, да, это воспоминания. Конечно, это и биография Владимира Георгиевича, начиная совершенно с ранних-ранних лет его детства. Ну, конечно, нам об этом рассказала Дарья Владимировна, вот, рассказала о его родителях, рассказала о его друзьях, рассказала о его личных переживаниях, о его мечтаниях, о его стремлениях. Конечно, да. Для кого все-таки написана эта книга? То есть кому будет интересно ее почитать? Вот абсолютно любому человеку или конкретно для какой-то аудитории? Эта книга будет интересна абсолютно любому человеку. Во-первых, потому что Владимир Георгиевич – житель нашего края. Яркий представитель, понимаете, сегодня бизнес-сообщества. Представитель церкви, глубоко верующий человек. То есть его личность, она такой вот собирает в себе много всего интересного. У нас даже как-то его учитель, учитель русского языка и литературы, когда узнала, что вышла книга о Владимире Георгиевиче, она сказала, я обязательно возьму в свой класс и буду рассказывать детям об этой личности. Я думаю, что она будет интересна и старшеклассникам. Понимаете, когда мы говорим о человеке, это всегда интересно, потому что это жизнь, это история, это какие-то вот такие факты, которые происходят с нами, можно сказать, в повседневной жизни, и мы о них не говорим, а здесь мы об этом написали. Это всегда интересно читать. Юлия, я знаю, что Владимир Георгиевич помогал в строительстве не только Петроваловско-Лженского монастыря, но и различные храмы на территории Хабаровского края, и не только, насколько я знаю. Вот расскажите, пожалуйста. Да, Владимир Георгиевич помогал, участвовал, мне хочется так сказать, участвовал в судьбе практически каждого храма, который стоит на нашей Хабаровской земле. Это не только город Хабаровск, но это и отдаленные храмы, это и Охотск, это и Николаевск-на-Амуре, понимаете. Он участвовал в судьбе храма Иннокентьевского, ему было тогда 30 лет, вот я сейчас вспоминаю такие вот события в его жизни. Ему было всего 30 лет, когда его привели в этот храм, показали этот храм в каком состоянии. Да, Иннокентьевский, в каком состоянии он был, этот храм, его только-только тогда передали в епархии. Владимир Георгиевич посмотрел, знаете, такой вот мужской его поступок, ну значит, надо помогать, значит, нужно восстанавливать. Он вообще долго не рассуждал и не размышлял над этим. Надо, значит, надо. И понимаете, тут очень важно сказать о том, что Владимир Георгиевич не только был благотворителем, не только финансировал строительство этих храмов, но он и участвовал сам, лично. Он был в диалоге с настоятелем, он был в диалоге со строителями, он был в диалоге с архитектором. Он принимал личное участие в возрождении храма. Это очень важно, потому что вот дать определенную сумму денег и сказать, ну как-нибудь вы там дальше сами, это одна история, конечно, она благодарная история. Но когда человек непосредственно живет этой жизнью, это совершенно другая история. И по итогам Владимир Георгиевич стал прихожанином этого храма, его там знают, его там любят, его там вспоминают до сих пор. И пока будет стоять этот храм, его будут помнить и вспоминать. Точно так же, как и наш Петропавловский монастырь, наши сестры, наши прихожане, наши дети, которые сегодня уже вырастают и видят этот великолепный крест на могиле Владимира Георгиевича. Они задают вопросы, а кто это? И, конечно, мы все с удовольствием рассказываем, а кто это? То есть память и жизнь, он живет вот этой вот своей жизнью и продолжает жить и будет жить в наших сердцах, в наших душах еще долгое время. То есть Синокентьевского, получается, началось, да? Синокентьевского, да, началось. Ну, тут же очень еще хочется сказать о том, что Владимир Георгиевич помогал не только русской православной церкви, он помогал и спортсменам нашего края, и деятелям культуры нашего края, понимаете, от именитых до самых начинающих. Там вот не зарастала народная тропа к нему, и он вникал и с удовольствием участвовал в жизни людей. Это тоже очень важно. Когда мы начали готовиться и собирать информацию для книги, нас поразил тот факт, насколько это был человек неравнодушен к простым людям. То есть ему интересна была судьба каждого человека, который к нему обращался. А что произошло? А как это произошло? А как исключить эти ошибки? Это очень важно. И у него огромное количество друзей было, есть и будет. Может быть, еще узнали что-то интересное, чего, не знаю, может быть, не знали. Я сейчас вспоминаю этот случай, который я хочу также рассказать. В ходе подготовки к книге мы встречались с большим количеством людей, разговаривали, беседовали. И один из друзей Владимира Георгиевича вспоминал последнюю поездку на Афон в Грецию. Владимир Георгиевич очень любил бывать на Афоне. Он любил эту монашескую республику. У него там были свои друзья, свои любимые монастыри, свои монашествующие, с которыми он долгое время поддерживал дружбу. Такую духовную, добрую, крепкую, хорошую. И, значит, вот такой случай. Это был 20-й год, как раз накануне того момента, когда в России впервые должны были привозить дары волхвов. Это было очень большое и знаменательное событие в Русской Православной Церкви. И вот, значит, уже вечерком на Афоне, сидя на балконе, разговаривая о каких-то духовных, душевных моментах, один из монахов, обращаясь к Георгию Владимировичу, говорит, что они планируют привезти дары волхвов в Россию, о сложностях, которые возникают, и о том, что не хватает определенной суммы, которая закрыла бы полностью всю эту историю. Владимир Георгиевич, просто не задумываясь, говорит о том, что я помогу. Я помогу, и давайте вот прям завтра мы решим этот вопрос. Понимаете? То есть вот такое большое историческое событие, и в нем он участвовал. И совсем маленькое событие вспоминается, как Владимир Георгиевич где-то там вот в храме на паперте увидел старушку, которая просила милостыню. Можно пройти, не заметить. Но он не прошел, он заметил, он подошел к ней, он стал разбираться в ее проблемах. И там оказалась глобальная проблема, что бабушке и жить негде, и кушать нечего. Владимир Георгиевич ее отогрел, Владимир Георгиевич ее спас, Владимир Георгиевич привез ее в монастырь в наш. И эта старушка прожила достойно свои оставшиеся годы жизни. Понимаете, вот такая была личность. Я не побоюсь сказать, что эта личность была, наверное, вселенского масштаба, мне хочется это сказать. И это был житель нашего края. Юлия, очень интересно, где можно почитать эту книгу, где можно ее приобрести? Книгу можно приобрести, конечно, в нашем Свято-Петропавловском женском монастыре. Книгу можно приобрести в часовне на кладбище. Книгу можно будет приобрести в лавке, которая будет стоять на подворье монастыря в скором времени. Ну и также можно обратиться в Хабаровскую епархию, в отдел культуры. И мы с радостью поделимся с всеми желающими этим прекрасным изданием об этом замечательном человеке. Юлия, спасибо вам за беседу. Сегодня у нас в студии была Юлия Кикахина, руководитель отдела культуры Хабаровской епархии. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. Часовня появилась в Хабаровском филиале Фонда защитники Отечества. Глава Приморской митрополии осветил ее в честь иконы Божией Матери от рада и утешения. Здесь смогут найти духовную помощь ветерана специальной военной операции семьи бойцов. Часовня создана по просьбе руководства фонда при поддержке Хабаровской епархии. Окормлять ее будет военный священник, который не раз выезжал с дальневосточными бойцами в зону спецоперации. Во время встречи митрополит Артемий подписал с руководством Хабаровского филиала Фонда защитники Отечества соглашение о сотрудничестве. 25 июня начнется четырехдневный крестный ход вокруг Хабаровска. Он выйдет из храма Георгия Победоносца в селе Сосновка, где перед началом будет отслужен молебен. Священнослужители и прихожане храмов города пройдут с молитвой более 110 километров. Участников обеспечат водой и пищей, ночлегом и медицинской помощью. Для ночевок разобьют палаточные городки. Принять участие приглашаются все желающие. Расписание крестного хода выложено на официальном сайте Хабаровской епархии. Хабаровским педагогам представлен проект учебника по основам православной культуры с дальневосточным региональным компонентом. Он предназначен для учеников четвертых классов. Над ним работали московские специалисты. Свой вклад в него внесут и представители Хабаровского института развития образования. Авторы сохранили содержание федеральных учебников и добавили главы, которые касаются Дальнего Востока. Так, в проект была включена история 58 народов Хабаровского края, которые исповедуют православие. В их число вошли на найцы и орочи. По согласованию с Краевым министерством образования, применять учебное пособие можно будет уже с 1 сентября этого года. Это была программа «Слово веры». Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok